друзья накопилось много вопросов которые требуют решения требуют ответов и собственно говоря эти вопросы касается того как строить приложения какие создавать проекты как между собой связывать и все сводится к тому что так или иначе вам придется это рано или поздно делать поэтому чтобы не терять время я решил создать простое на мой взгляд приложение которое называется пулинг систем ну то есть система голосования и сводится на к тому что есть простая бизнес логика которая собирает от пользователей собственно говоря статистику по какому-то вопросу который собственно можно выбирать количество может варьироваться и показывает количество голосов за тот или иной решение и в процентном соотношении. То есть элементарная, простейшая логика. Суть, собственно говоря, не в том, как это будет реализована именно вот этот вот пулинг система. Надумаю, что, собственно говоря, вам не составит труда реализовать. А в том, как из простой вот этой вот бизнес-логики собрать приложение, посмотреть как это применить clean architecture, как строить проекты, как их связывать. Возможно, даже сделать несколько клиентов. Не знаю, как будет дальше, как пойдет, посмотрим зайдет ли серия или нет. Ну, а перед тем, как начать, вас прошу подписаться на канал. Тогда вы точно не пропустите новую серию. И что? Ну что, давайте начинать, собственно говоря. Начнем с того, что создадим классы и, в общем-то, посмотрим как их можно будет заиспользовать и в какую сторону дальше двигаться, как проекты и все такое. В общем, давайте начинать. Ну, полагаю, будет правильным начать с того, чтобы создать какой-то проект. Но дело в том, что я буду начинать не проект, а буду создавать solution, чистый, без какого-либо проекта и потом объясню, почему. Итак, название будет. Ну, давайте назовем колобонга какой-нибудь pooling system. В общем, не мудрствует лукаво. И так будет называться мое приложение, вернее, папка solution, в котором будет все находиться. А я назову его здесь. У меня есть такая папка YouTube. Вот в нее я все, собственно говоря, и положу. Итак, у меня есть чистый solution. В нем нет ни одного проекта. Я думаю, начать нужно с бизнес-логики. То есть, грубо говоря, добавить объекты, которые, собственно говоря, будут являть собой непосредственно бизнес-логику. Я создам консольное приложение. Нет, давайте начнем с правильного. Я создам объекты в library, то есть в library. Вот она. И это будет class library. И, соответственно, пусть она также называется колобонга pooling system. Ну, я добавлю префикс, но пусть будет пусть будет entity. Собственно, я потом эти entities положу в базу данных. Не так написал. И я надеюсь, что придется их потом сохранить в базу данных, чтобы сохранять результаты. И, в общем, вот так вот у меня называется сборка netframework 6.0. И давайте первый класс. Ну, я его давайте удалю, чтобы прям совсем с чистого листа. Итак, задача какая? Мне нужно от пользователя собирать ответы и выводить статистическую информацию по количеству кликов на определенный ответ, выборки, да, и процентное соотношение. Итак, мне нужно какой-то пол, то есть голосование. Давайте создадим этот класс. Назовем его пол c-sharp. И здесь у меня будет что? Здесь мне нужен string. Мне нужно здесь ввести question, какой-нибудь текст. текст, то есть текст запроса, вопроса, который будет задаваться посетителем, например, моего сайта. И, соответственно, мне нужно создать еще один класс, который будет называться, ну, давайте я его прямо здесь создам, чтобы вынесу в отдельный. И класс будет называться, ну, допустим, пол answer, да, то есть ответы на конкретный, собственно говоря, вопрос. Так, ну, для начала question text у меня не может быть null, то есть он меня всегда будет травить чему-то, он не может быть пустым. И в соответствии с этим, давайте здесь тогда продумаем такую штуку. Нам здесь нужно тоже какой-нибудь string, и это будет, если это пол answer названия класса, ну, пусть будет title, да, заголовок ответа. Ну, или name, в общем-то, тоже вот здесь не может быть null. Ну, вы, наверное, знаете, что, собственно говоря, naming convention, в смысле, naming и кэшин валидация, это одна из самых сложных вещей программирования, так что правильное название подобранное, это гарантия успеха. Так, и, собственно, здесь мне тогда потребуется еще int, это количество голосов, и, соответственно, ну, давайте сразу заведем какой-нибудь double, это количество процентов, мы его потом будем рассчитывать. Ну, вот, как-то вот так, да, то есть, вот такие вот классы. Теперь мне что нужно сделать? Мне нужно создать еще один какой-нибудь проект, я его назову консольный проект, который где-то тут у меня было, вот консольный, callabungan, pooling system, ну, пусть будет консоль, ну, клиент, например, для того, чтобы тестировать, понятное дело, что я потом смогу поместить его в другие места, не специально, ну, на первоначальном этапе для тестирования функционала я буду использовать консольное приложение. так, здесь у меня ничего не нужно, консольный клиент надо сделать стартовым по умолчанию, добавить референс на entity, окей, и, в общем-то, мне здесь нужно написать следующее, var, call, то есть, я хочу создать конкретный пол, чтобы его посмотреть в действии, вот, и в этот пол, ну, давайте, в это голосование добавим вопрос, во-первых, ну, допустим, как вам это видео, например, такой вот дурацкий вопрос, и, и далее мне нужно варианты ответов, я их не предусмотрел, давайте создадим answers, ну, допустим, вот так вот, это будет new list call answers, и мы создадим этот список новый, ну, давайте это свойство создадим, пусть будет лист, и, надо сказать, что это свойство может быть пустым, теоретически, хотя, это бессмысленно, да, ну, давайте, наверное, так и напишем, у нас пол без, то есть, голосование без наборов ответов не может существовать, но это как бы глупо, так, и вот этот вопросик тогда нужно убрать, и теперь мне нужно эти ответы здесь на создавать, я их буду создавать таким образом, мне нужно только заголовок, а все остальное будет рассчитываться, и так, ну, давайте нормально напишу, давайте я их строчку так вот сделаю, чтобы можно было легко копировать, также разработчик, это та же самая секретутка, ну, во всяком случае, пора работе с текстом, большую часть текста вы же печатаете, вот, и поэтому нужно хорошо уметь владеть собственно говоря текстовым редактором, который называется Visual Studio, потому что по большому счету это текстовый редактор, нормально, допустим, неплохо, давайте сбежим Ctrl-D отстой какой-нибудь супер, ну, достаточно, да, я думаю, вот, ну, и теоретически, раз у меня есть какое-то голосование, давайте сделаем Console, Write, мне сейчас нужно создать бизнес-логику, которая будет обрабатывать всю эту штуку, которую я собираюсь сделать, поэтому, теоретически, мне нужно здесь показать пол, я его нажимаю Ctrl-D5, результат у меня ну, как вы видите, ну, в общем, мне не нравится, да, другими словами, я хочу, чтобы у меня текстовое, надо сказать, что вот этот WriteLine, он отрабатывает пол по принципу ToString, то есть, если я напишу ToString, я вижу то же самое, и, как вы видите, то же самое, и для того, чтобы у меня здесь выделилась более полезная информация, я в этот пол пойду, в это голосование, и сделаю вот такую штуку, которая называется OverrideString, и я переопределю то, что я хочу видеть на экране, String, давайте вот так вот, String, Builder, NewString, где он, вот он, Builder, и здесь, давайте я сюда добавлю QuestionText, и здесь StringBuilder, хочу добавить еще, давайте, Line добавим чистую, пустую строчку, или даже, нет, не пустую, а такое подчеркивание, точка, под Left, сделаем 50 символов, символов, и дальше, добавим, мне нужно проверить, ну, Ansevers у меня не пустые всегда, давайте вот так вот сделаем, ну, хотя, теоретически, я могу предположить, что они будут не пустые, но, всякие разные разработчики бывают, потому, что у меня сейчас используется, ну, ладно, пока про это не будем, давайте так, давайте я здесь поставлю, что она у меня может быть, ну, потому, что всякие разные разработчики бывают, а пол у меня можно создать только через конструктор, и сюда нужно поместить question, нет, давайте так, spring, question, текст, и тогда получается, что я вот это вот буду задавать только через конструктор, и вот так вот оно будет работать, ну, давайте напишу question text, равно question text, собственно, так вот уберем, ну, то есть, я буду создавать пол, и создавать пол, то есть, голосование без какого-то вопроса смысла нет, поэтому я пропихнул эту информацию в конструктор, открытого другого конструктора у меня не будет, то есть, я некоторым образом, как-то, ограничил действия разработчика, который будет использовать, в общем-то, себя, по большому счету, и так, мне нужно понимать, что, если у меня answers any, ну, то есть, вообще, хоть что-то там есть, ну, во-первых, нужно их на ну проверить, да, совершенно верно, и потом через for each, я, ну, давайте for each, сделаю модный, так сказать, answers for each, и здесь делаем такую штуку, я скажу, я скажу, string builder, который умеет по-умному работать со строками, чтобы не делать плюс равно, я, в общем-то, использовал string builder, ну, надеюсь, вы это все знаете, если мне почитаете полезные штуки, но и сейчас я запущу снова положение, у меня, естественно, есть какие-то ошибки, потому что у меня теперь уже нельзя создать голосование без вопроса, то есть, я теперь должен использовать конструктор, и в этот конструктор поместить непосредственно вот этот самый вопрос, и теперь вот это вот отсюда его можно убрать, и в объекте, в инициализаторе объекта я тут же создаю вот эти вот ответы, кнопку LKD, запускаем, давайте запустим, посмотрим, что получается, ну, как вы видите, как вам видео показано, вот по лансферу у нас 4 штуки, но они не показываются, для этого нужно сделать то же самое, это override string, и для этого самого объекта, который называется pole transfer, override to string, и здесь скажем следующее, return, давайте воспользуемся интерполяцией, title, пробел, это будет вопрос, дальше, ну, давайте, откроем скобку, закроем скобку, и внутри напишем voice, то есть, сколько было голосов, и через пробел поставим, сколько было persons, ну, то есть, сколько было процентов, и надо говорить о том, что у нас это все может быть нулями, да, давайте просто сделаем, ну, я вот про что хотел сказать, 2 иточие, ну, то есть, два символа после запятой, мне будет, собственно, достаточно, и таким образом, вот, вы видите, что у нас получилось видео, так, у нас как-то все сгибается, варианты ответов, но, так, давайте сделаем такую штуку, которая позволит делать короткое голосование, то есть, ну, как по-русски так сказать, мне нужно теперь сделать процесс голосования, да, вот, пол я вывел, давайте я теперь сделаю таким образом, что у меня есть пол, я хочу сделать void, void, ту и выбрать какой-то ответ, вариант ответа, то есть, для того, чтобы найти мне конкретные значения, мне нужно писать полностью нормально, неплохо, отстой или супер, я добавлю в пол ансвер, вот такое вот что-то, 12, я добавлю какой-нибудь идентификатор, пусть он будет целый, ID, например, и теперь, когда я буду добавлять, ну, смотрите, на самом деле, я здесь тоже могу сделать конструкцию, конструктор, и сказать, int id, то есть, таким образом у меня будет идентифицироваться конкретный ответ, и string, это будет, давайте с маленькими, title, вот, и я хочу инициализировать свойства, собственно говоря, немножко изменить конструкцию, сеттеры мне теперь не нужны, потому что, мне не нужно будет создавать их отдельно, и здесь вот, то же самое, и это тоже самое мне не нужно, таким образом у меня система немножко изменилась, и теперь я могу сказать, что у меня здесь будет new, так вот, title, нормально, давайте я воспользуюсь магией редактора, и сделаю для всех сразу, здесь у нас кавычки, ну и теперь мне нужно здесь поставить один запятая, и два, три, четыре, и проверяем title, один, два, три, четыре, здесь нужно поставить другие скобки, соответственно, и теперь у меня получается, я могу сделать голосование таким образом, например, void за в третий, за второй, за первый, за четвертый, ну и вот таким вот образом, теперь у меня нет этого метода, давайте я его добавлю, смотрите, друзья, на самом деле, здесь сейчас, такое, смешанное понятие, да, есть понятие rich model, и dynamic model, я сейчас использую rich model, когда мы в модель, запихивается еще и функционал, то есть, какой-то, behavior, так называемое, поведение этого объекта, ну и, собственно говоря, экшены, то есть, когда я буду голосовать за объект, я возьму какой-нибудь, ID, и в списке, попытаюсь, так вот, var, item, writing, answers, то есть, ответы, неправильно написал, ну, во-первых, мне нужно знать, что они не равны нули, взять symbol, default, то есть, по умолчанию, объект, которого будет, так, лямбду нужно придумать, идентификатор равен, тому идентификатору, который я получу, и если объект не равен нул, то есть, у меня найден, тогда у этого объекта, я скажу, что вводит, прибавить, давайте так вот, вводит, плюс равно, ну, один, да, давайте сделаем таким образом, чтобы я мог добавлять, int, значение, например, value, какой-то, то есть, сколько я буду прибавлять, ну, допустим, у меня голосовать будут, зарегистрированные пользователи, спонсоры могут по 50 символов, приносить, голосованию, конкретно, а не зарегистрированные, только там, по одному, и для того, чтобы это было таким образом, я скажу, что вводит, value, который можно прибавить, равно, по умолчанию, единички, а если будет передан объект, то, собственно говоря, будет прибавлено целое значение, то есть, которое будет передано, таким образом, у меня в классе, ничего не поменялось, и теперь я могу запустить, и теперь я могу запустить, ctrl f5, ну, и как вы видите, у меня голоса распределились, о, так у меня все супер, а теперь давайте представим, что я являюсь подписчиком, и у меня есть возможность передать 10 очков, ну, я такой скромный подписчик, вот, и таким образом получается, что мне осталось только посчитать проценты, ну, возможно, даже я, наверное, еще сделаю бы здесь, по ланцер, давайте перенесем его в отдельный класс, и здесь сделаем вот такую звездочку, да, чтобы она немножко отходила от тайтла, вот, так думаю нормально будет, так, ну, давайте рассчитаем, собственно, вот это количество, и это делается где, ну, вы, наверное, понимаете, что можно рассчитать это прям в пол, то есть, в голосовании, в самой голосовалке, можно рассчитать какой-то в отдельном классе, и тут уже речь идет о том, где будет поведение вашей модели находиться, вашей энтити, если хотите, и здесь, как я говорил, есть анемик подход, то есть, анемик моду, домайн моду, и рич домайн моду, я буду это делать, ну, давайте для начала разделим функционал, я здесь добавлю небольшое поведение, я так иногда делаю, нельзя сделать, чтобы чисто было анемик, или чисто было, собственно говоря, рич моду, поэтому они обычно, как бы в куче идут, давайте здесь делаем, setPersons, ой, PerSense, и сделаем вот такой вот метод, который будет принимать, int, total, какой-нибудь, voids, ой, то есть, всего голосов, и, в общем-то, void, будет, ну, давайте проверим, что у нас, if total, больше, нуля, только тогда установить, void, потому что, на 0 делить нельзя, а у нас будет, void, так, нам нужно персоны ставить, я не правильно написал, persons, равен, void, умножить, на, 100, разделить, на, total, void, ну, давайте здесь поставим, что это у нас, double, вот, теперь у нас рассчитается процент, теперь этот метод, setPersons, нужно где-то вызвать, теоретически, это может быть, и вот здесь, после того, как мы, собственно говоря, установили значение, какого-то, одного, void, то есть, одного, answer, то есть, для одного, или сделать какой-нибудь метод, ну, допустим, ну, давайте, опять же, забеганием на будущее, я сделаю здесь дополнительный метод, хотя, даже, наверное, я даже не знаю, наверное, немножко по-другому мы сейчас поступим, я, пока здесь оставлю, вот, реализация, то есть, при каждом void, я буду делать, item, собственно говоря, мне нужно что сделать, setPersons, я же здесь его обновляю, и, total, ну, давайте вот так вот, сделаю по-хитрому, var, raven, так, у нас есть answers, мы точно должны убедиться, что там не null, и мы должны просуммировать все голоса, в противном случае, и ноль вернуть, и, там у нас внутри, где-то, вот здесь, setPersons, проверка на больше нуля, есть, ну, давайте запустим эту штуку, где она, ну, и, как вы видите, о, у меня, крутой расчет, вот, получился, на самом деле, да, так, давайте поставим, приаком, вот здесь, вот, например, нет, в конце, вот здесь, и посмотрим, что у меня не так, итак, смотрим на пол, у меня есть 4 ответа, и здесь у нас, давайте я вам покажу еще одну штуку, смотрите, в дебаге, я сейчас вижу, ну, вот такую вот информацию, я могу поставить, title, я могу поставить, void, и могу поставить, person, и теперь, когда я наведу на пол, answer мне показывается таким способом, но есть еще другой вариант, потому что, если вы закройте студию, сбросите, у вас там настройок сломается, давайте я вам покажу еще такую штуку, сейчас мы, сейчас мы доделаем обязательно, такую штуку хочу вам показать, я думаю, тоже вам пригодится, вот так можно сделать, debugger display, и здесь указать, собственно говоря, что у нас там, question, вот так вот нужно, question text, ну, вот так вот, если по-быстрому, question text, и, а, мне нужен answer вообще-то, я не там, но это тоже нормально, здесь тоже добавим атрибут, такой, debugger display, то есть в режиме дебагинга, показывать здесь title, а, нужно такие исключения, написать, как он там называется, title, у меня же title есть, title, а, не писать вторую скобку, здесь написать, voice, вот она подсвечивается, и здесь можно написать, persons, вот, и теперь, когда я запишу в дебаге, у меня здесь пол, без всяких вот этих вот, ну, во-первых, у меня здесь уже показывается title, вот, question text автоматически, моего title показывает, даже не так вот, если я наведу просто на пол, у меня уже показывается, вместо всего объекта, только наименование, я там так и поставил, а у ответов, ну, как вы видите, у меня здесь есть, закрепленный, можно поставить вот таким вот способом, и уже вот, отображается, так на будущее, если вдруг вам пригодится, и так, что у меня здесь неправильно считается, у меня здесь неправильно считается, ну, видимо, все, давайте проверим, разберемся, что не так, для начала, так, здесь точно все правильно, здесь, а, ну, да, конечно, здесь получилась фигня, смотрите, я при каждом голосовании пересчитываю только у одного, собственно говоря, атома, который, собственно, голосую, поэтому, ну, конечно, так не делается, давайте у всех адсеров, у всех ответов, мы сделаем, что, ну, давайте вот так, for each, и скажем, чтобы все снова были пересчитаны, set, persons, persons, блин, установить процент для всех, и здесь мне нужно, total, а, вот он, total, войс, control, kd, давайте запустим еще раз, ну, и, как видите, теперь все сработало, все верно, смотрите, вот такой подход, он на самом деле, мне не нравится, почему не нравится, потому что у меня есть пол, есть пол ансверс, и они могут использоваться вдоль и поперек, как хотите, в общем, можно, давайте уберем здесь бряку, можно в какой хотите последовательности, можно создать, здесь ансвер, потом вынести, я предпочитаю использовать более красивый подход, и называется он, Fluid Interface, и вот для того, чтобы он заработал, давайте я его сделаю, как он будет выглядеть, ну, для начала, для начала, давайте сделаем вот такую штуку, я сейчас все закомментирую, вот это вот, реализация, вот, чтобы было чисто, а теперь, смотрите, я буду делать вот такую штуку, пол, равно, нет, давайте, ну, хорошо, будет так, NewPolBuilder, ну, опять же повторюсь, вот та реализация, которая существует сейчас, она, собственно, игра рабочая, и, в общем-то, никуда не денется, если вам это нравится, можете использовать, но я покажу другую реализацию, которая мне больше нравится, и так, я сюда захочу подставить сразу, то есть, пол, билдер, у меня будет делать вот такую штуку, пол, билдер будет чего-то делать, ну, например, креетить пол, или, ну, как вариант, дальше, я хочу, чтобы у меня здесь через Runt API, я мог добавить, answer какой-нибудь, один ответ, и здесь я также хочу установить один, давайте вот так вот сделаю, control-C, control-V, и вот это вот так вот сотру, здесь напишу, вот так вот, точка, add answer, один, да, как-то вот так, точка, здесь поставлю запятую, точка, build, ну, вот так вот, то есть, у меня таким вот образом создастся вот этот вот самый пол, дальше я хочу, чтобы у меня все то же самое произошло, тут как бы без изменений, вот, и дальше, после этого, я хочу, чтобы у меня не просто, была возможность получить, сразу готовый, результат, после каждого голосования, я хочу получить какой-нибудь результат, который будет делать что, ну, допустим, опять же, самый тот, пол, билдер, давайте правильно напишу его, ну, да, давайте я его правильно напишу, пусть он будет статичный метод, допустим, get result, потому что данные у меня уже есть, ну, вот, как-то вот, например, вот так, ну, или нет, билд я отсюда уберу, скажу, что это у меня, билдер, ну, просто мне вот так вот хочется, var пол равен, что там, билдер, .build, вот, ну, вот так вот, и теперь я смогу вот к этому билдеру обратиться, вот таким вот образом, чтобы не был инстанс, смотрите, меня осталось только создать этот самый пол билдер, ну, какие плюсы от этого, он помимо того, что сложности добавляет, наверное, вы в будущем поймете, если будете смотреть эту серию, напоминаю, что лучше подписаться, и, в общем-то, я теперь могу сказать, консоли в write, result какой-нибудь, ну, пока пусть будет просто result, ну, давайте напишем toString в конце концов, вот таким вот образом, то есть result должен что-то возвращать, вот такой подход я хочу реализовать, и для этого мне нужно сделать следующее, давайте для начала соблюдим новый класс, который называется класс билдер, как вам это видео прикольно, question, question, text, ну, или так вот, как-то так, enter, да, и давайте я вынесу его в отдельный файл, хорошо, и теперь, что-то тут я неправильно написал, в общем, этот билдер у меня должен собирать каким-то образом, ну, давайте, буду, короче, делать, так мне проще объяснить, как это работает, смотрите, add answer, на самом деле, здесь все просто, мне нужно добавить метод, который должен вернуть, ну, во-первых, он должен вернуть пол билдер, здесь идентификатор, id, здесь title, да, вот так вот, и мы должны сказать, что, ну, во-первых, давайте, return, так я соображу, this, мы должны вернуть его же, var item, value, пол, билдер, здесь добавить 1, запятая, здесь title, и, собственно говоря, мне нужно сюда прокинуть, как-то тот самый пол, который я буду, в общем-то, дополнять, ну, я сделаю вот так вот, items, я скажу, что я хочу добавить, вот так вот, и теперь, соответственно, мне эти items нужно где-то сохранить, list of answer, пол, answer, нет, не так, пол, answer, answer, вот так вот, и эта коллекция мне равно, вот таким вот образом, хотя, теоретически, я могу и создать ее, и в этом, в конструкторе, но я вот так вот сделаю, так мне, в принципе, тоже удобно, и здесь, естественно, должен быть, пол, answer, и, таким образом, у меня, подключились, вот эти вот все, я каждый раз, создаю билдер, возвращаю, создаю, возвращаю, новый answer, и возвращаю билдер, и теперь мне нужно реализовать метод пол, ой, билд, здесь мне уже нужно вернуть тот самый пол, то есть, голосование, это паттерн, построитель, или по, в общем-то, по-английски, это билдер, return new пол, и сюда мне нужно отдать question, который я получил вот здесь, и этот question, я теперь отдаю сюда, question, и мне к этому полу еще нужно добавить эти самые альтемы, ну, и, в общем-то, я могу здесь сделать некоторые ограничения на то, чтобы у меня пол нельзя было создать, сейчас, секунду, напишу, пол, равно, вот таким вот образом, нельзя было просто так создать голосование, то есть, билдер нагладывает некоторые ограничения, некоторые правила сформирования этого пола, ну, смысле этого голосования, объекта, если хотите, и терзиски, могу сюда отдать как раз те самые ансверы, как они там, альтемы, да, альтемс, и изменить конструктор, то есть, достаточно сложно будет создать, ну, или через фрич напихнуть, в общем, разные варианты создания, я могу сделать таким образом, что у меня вот эта штука теперь тоже может появиться только через, и номер был пол ансвер, ну, вот так вот, ансверс, я прошу прощения за мой английский, вот, и, собственно говоря, вот эти вот ансверс будут равны вот этот вот ансвер, ну, конечно же, их тут много, давайте пишем еще пару букв, вот, и, что, что она не хочет, ту лист, каст ту лист, ну, давайте здесь тогда лист напишем, что-то по привычке написал лист, и, ну, тоже неплохо, лист, и здесь удалим, то есть, теперь у меня функционал практически вернулся, я здесь возвращаю уже go, это здесь могу теперь написать return, и у меня появилось некое место, которым я могу перед тем, как вернуть пол, проверить его, все ли на место, правильно заполнено, количество айтемов, и все такое, то есть, построитель, он работает по такому принципу, что позволяет управлять созданием объекта, возвращаемся в программ, и теперь у меня и здесь, и здесь работаешь, теперь мне нужно получить результат, ну, get results, давайте вот так вот всем, у билдера должен быть свойство result, и смотрите, я могу здесь вернуть строку, для того, чтобы у меня здесь вот two string работало, но я сделаю немножечко по-другому, я здесь верну, допустим, result view, вот таким вот образом, объект, который я сейчас создам, и этот объект будет иметь метод, ну, какой-нибудь, ну, давайте вот так вот, нет, давайте напишем красиво, давайте сделаем пока вот так вот строка, я потом покажу, get view, вот таким вот образом, и мне нужно будет, вот этот, ну, во-первых, давайте сделаем так, конструктор, закинем тот самый пол, из которого мы будем создавать ответы, то есть генерировать эту view, я сейчас все сильно усложняю, но поверьте мне, это в будущем будет супер красиво, так, теперь заберем пол, и где-то тут у нас, вот, write line пол, это было пол, two string, вот этот вот, где, нет, вот он пол, нет, вот он, two string, я вот этот two string отсюда его заберу, вот таким вот образом, и, как раз, вот этот самый пол, view, где он у меня был, по-моему, здесь, давайте его в отдельный класс, быстренько вынесем, вот, и я здесь отдам вот эту вот строку, которая как раз вернет мне, вот тот же самый результат, так, ну, мне нужно, конечно же, пол с подчеркиванием, и здесь то же самое, нет, с подчеркиванием, и подчеркивание, пол точка вот так вот, ой, вот, то есть, получается, что у меня получилось большое количество классов, которых я настряпал налево и направо, но в дальнейшем я вас убеждаю, что вы поймете, для чего это сделано, и этим самым, в общем-то, хочу вас заставить подписаться, если хотите, в общем, здесь пол билдере я должен, так как у меня здесь уже пол есть, или, в общем-то, я могу здесь хранить, в этом билдере, но я хранить его не буду, я это пол буду передавать сюда, это самое голосование, и здесь буду возвращать new, пол, нет, не пол, пол результ, пол результ, или как я его назвал-то, а, результ view, давайте тогда не результ view его назовем, а, как раз, пол результ с, вот таким вот прям, классом его и обзовем, но, естественно, метод нужно сделать публичным, и здесь, скажем, new, пол результ, и отдадим сюда пол, который нужно обработать, и, в общем-то, здесь нужно поставить, ну, или по-модрому, можно сделать, вот так, через лямбду, и сказать, что у нас теперь, эта красота будет выглядеть, вот так, вау, даже вот так, ну, вообще красота, вот, и, собственно говоря, ну, здесь, конечно, не один нужно поставить, а ID, вот таким вот образом, теперь у меня все то же самое должно так же сработать, как и раньше, и, в общем, get results, и мы сюда должны отдать тот же самый пол, и, я нажимаю Ctrl-F5, где мой ответ, так, у меня здесь, конечно же, не toString должен быть, у результ, а тот самый, get view, Ctrl-F5, ну, как видите, все как работало, так и работает, только теперь, у меня появилось большое количество точек входа на расширение, то есть, на масштабирование, у меня есть отдельная штука, которая называется, полрезал, где я могу, через конструктор сюда, прокинуть нужные мне вещи, всякие разные, полезные, не полезные, репозитории, сервисы, построители, и здесь, в этом get view, применить их, используя, то есть, не использовать Stream Builder, который, кстати, здесь создает, как New Instance, а применить вот этот dependency injection, принцип, который позволяет сюда внедрить то, что я буду использовать для генерации этого самого результата, это может быть и построитель графов, и, собственно говоря, всяких диаграмм, или просто текстовой, вот как здесь в варианте, ну, я думаю, что вы услышали, да, о чем я хочу сказать, более того, появляется Builder, который может контролировать процесс создания этого пола, проверять наличие там, answer, то есть, ответов на этот пол, проверять их там, ну, на материнные слова, в конце концов, да, то есть, здесь, в этом процессе, перед тем, как вернуть новый пол, я могу проверить все answer, и, то есть, опять же, то есть, такая дополнительная гибкость, вот, дополнительная гибкость формирования объектов, да, это немножко сложнее, но, тем не менее, это дает достаточно большое количество плюсов, если учесть, что я буду продвигать эту систему дальше, то есть, двигать ее, развивать, надо понимать, что это будет все усугубляться, улучшаться, масштабироваться, и, в общем-то, как бы, я, у меня конечная цель этого проекта, сделать себе голосование, на сайте, у меня будет какое-нибудь вот такое вот, голосование, которое будет, может быть, даже на Блэзи, ну, то есть, это вот далеко идущие планы, это такая импровизация, я надеюсь, что она закончится успехом, ну, а для того, чтобы это, собственно говоря, случилось, вас в очередной раз прошу подписаться на канал, чтобы получать уведомления, шлейте деньги через Патреон, ссылка в описании, ну, или на Пайпл, хотя нет, его, по-моему, закрыли уже, вот, и с вами прощаюсь на этом, всего хорошего, и пишите правильный код. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова